У Леонардо Ди Каприо есть украинская кровь, но однажды он заявил, что наполовину русский. Его бабушка Елена Степанова Смирнова, вскоре после революции 1917 года, родителями была вывезена из Одессы. Мать актера родилась в немецком бомбоубежище. Отец Лео наполовину неаполитанец. Мальчика назвали в честь Леонардо да Винчи. Утверждается, что имя было выбрано в тот момент, когда будущий оскорносный лауреат впервые толкнулся в животе матери. Она в тот момент изучала работы итальянского изобретателя. Друзья, ну а если вы хотите узнать больше фактов из личной жизни Леонардо Ди Каприо, просим вас переходить на наш портал, где мы подробно об этом написали. Ссылку на статью мы оставили в описании под этим роликом. Ну а сейчас представляем вам топ лучших фильмов и ролей Леонардо Ди Каприо. Жизнь этого парня. 1993 год. Дебютом Лео в полном метре стал фильм ужасов Зубастики 3. Это, кстати, роднит его с некоторыми другими актерами Голливуда, с которыми Ди Каприо позже подружился. Джонни Депп из их числа. Однако первым большим успехом для Лео стало участие фильма Майкла Кейтона Джонса в паре с самим Роберта Де Ниро. Кстати, 17-летнего актера отобрал для этой картины именно Де Ниро, который одним из первых разлетел талант юноши, отдав ему предпочтение на прослушивании. Ди Каприо сыграл проблемного подростка, которому приходится уживаться с жестким отчимом, конфликтовать со сверстниками и искать собственную правду в жизни. Порой, вопреки принятому в обществе мнению, юный артист сыграл с надрывом, экспрессией, но с задачей справился, что дополнительно отметили критики. Интересно, что на съемках Лео познакомился с Тоби Магуайром, с которым дружен и по сей день. Что отложит Гильберта Грейпа. 1993 год. Это мы сейчас знаем, что Лео прекрасно умеет выбирать роли, но на заре карьеры ему в этом вопросе прилично везло. На этот раз на его кандидатуре настоял молодой, но уже звездный Джонни Депп, со временем ставший для Лео еще и другом. Однако Ди Каприо сразу предупредили, что данная работа потребует от него демонстрации полного спектра, профессиональных навыков и таланта. Лео сыграл слабоумного подростка, с которым главному герою приходится постоянно искать общий язык. Образ получился трагичным, но искренним, и юный артист прекрасно справился с поставленной задачей. Доказательством стало признание зрителей, а также номинация одновременно на Золотой Глобус и Оскар. Быстрый и Мертвый. 1995 год. К тому времени Ди Каприо считался молодой звездой, и в вестерне Сэма Райми оказался тоже не случайно. На этот раз знаменитостью, пожелавшей видеть Лео в своей картине, оказалась сама Шэрон Стоун. Бюджет ленты к тому моменту был уже сформирован, денег на зарплату юному актеру не было, так что звезда основного инстинкта выплатила гонорар из собственного кармана. Она, кстати, настояла также на кандидатуре режиссера картины и другого коллеги по съемочной площадке, Рассела Кроу. А ведь изначально роли, сыгранные Ди Каприо и Кроу, должны были достаться Мэтту Даймону и Лиаму Ниссону. Кстати, Шэрон по сюжету пришлось целоваться с Лео и Расселом. Во втором случае, она призналась, что то был лучший профессиональный поцелуй в ее карьере. А в случае с Ди Каприо, отвечая на этот вопрос, Стоун смутилась, но рассказала, что ощущения были такие, словно она поцеловала собственную руку. Таким вот неиспорченным парнем был наш герой. Дневник баскетболиста. 1995 год. Лео часто выбирал сложные роли. Ему было интересно воплощать неоднозначных персонажей с характером. Таким стал и его Джим Кэрол, известный американский писатель, поэт и музыкант. Впрочем, многие зрители были настолько увлечены и поражены игрой Ди Каприо, что напрочь забыли о Кэроле. Перед ними был простой подросток, проходящий сквозь непростой период полового и эмоционального созревания. А также борьба с пристрастием к наркотикам. А сцены, в которых герой Лео вершил правосудие, можно пересматривать бесконечно из-за ощущения полного погружения происходящего. Гениально сыграно. Полное затмение. 1995 год. Для того, чтобы согласиться на роль биографической драме Ангешки Холланд, нужна была неюжная смелость. Во-первых, Лео подключился к проекту после смерти от передозировки наркотиков, ранее утвержденного на эту роль Ривера Феникса, родной брат Хакина Феникса. Во-вторых, молодой артист воплотил на экране сложный образ Артюра Рэмбо, юного и загадочного французского поэта. Любовная линия с героем Поля Верлина далась Ди Каприо непросто, но и в тот раз он прекрасно справился, вызвав у критиков абсолютный восторг. Ромео плюс Жульетта. 1996 год. Леонардо Ди Каприо любит и умеет как удивлять, так и апатировать. В 22 года актер, за плечами которого была внушительная фильмография сложных и драматических проектов, внезапно сыграл, как писали журналисты, в легкомысленном фильедоне, демонстрирующем чрезмерно упрощенное прочтение трагедии Шеспира. Упрощенное или нет, тот еще вопрос. Сцена смерти Меркуцио в исполнении Ди Каприо запросто вышибает слезу даже из камня. Да и в остальном фильм вовсе не так уж и плох, что косвенно подтверждается и солидными кассовыми сборами. Лео привычно отыграл роль на грани возможностей. Титаник. 1997 год. Но без роли Ромео вполне могло бы и не быть Джека Доусона, роль которого сделала Леонардо Ди Каприо звездой первой величины. История любви бедного художника и богатой аристократки, развернувшаяся на фоне трагедии исполинского масштаба, на рубежа веков стала культурным пластом кинематографа. Исполнитель главной роли стал мечтой женщин любого возраста. Кто-то грезил о таком пылком и преданном возлюбленном, кто-то хотел обнять парня, словно родного сына. Картина стала большим кассовым хитом, что удивило даже ее создателя, Джеймса Кэмерона, частично перевравшего истории некоторых реальных персонажей, оказавшихся на том роковом рейсе. Во многом это произошло благодаря игре Ди Каприо. И до сих пор хочется задаться вопросом, неужели Джеку не нашлось бы места на том плоту рядом с Роуз? Нашлось бы, но едва ли они смогли бы быть вместе. Уж слишком велико кассовое противоречие между главными героями. Приключения и форс-мажорная ситуация сближают лишь на короткое время, и бытовая трагедия героев стала бы еще большим ударом, чем самопожертвование Джека. Знаменитость, 1998 год. Однако же после кассового успеха Титаника, из Ди Каприо пытались лепить героя девичьих грез. И это было фиаско, причем даже в исполнении маститного Дэнни Бойла. Фильмы «Человек в железной маске» и «Пляж» оказались слишком сюжетно убоги для творческой величины калибра Ди Каприо. Зато в перерыве между этими картинами он снялся у Вуди Аллена, отвел, как говорится, душу. Причем, как утверждал сам режиссер, Лео вовсю импровизировал на съемочной площадке, на что получил абсолютное позволение. Ему удалось воплотить образ молодой знаменитости, у которой началось галовокружение от успехов. Несмотря на то, что и сам Ди Каприо с таким никогда не сталкивался, ставшая отчасти самопародией роль удалась ему на славу. Банды Нью-Йорка, 2002 год. От Вуди Аллена прямиком к Мартину Скорсезе, которого снять Лео Ди Каприо давно уговаривал Роберт Де Ниро. Среди партнеров по съемочной площадке оказались топовые в те времена Камерон Диас и Дэниел Дэй Льюис, один из рекордсменов по количеству Оскаров. В центре сюжета монументальная история о становлении Нью-Йорка, настоящая иммиграниада в руках построивших Америку, брутальный до предела мужественный Ди Каприо, стоящий по колено в крови, готовых на все соперников. Дух захватывает до сих пор, картина совершенно не устарела морально, а в те годы и вовсе смотрелась на одном дыхании, получив сразу 10 Оскаровских номинаций. «Поймай меня, если сможешь» 2002 год. Режиссеры, работавшие с Ди Каприо, любили приглашать его в свои картины снова и снова, не стал исключением и Стивен Спилберг, трагикомедия о жизни и приключениях Фрэнка Абигейла, известного американского эксперта в области безопасности в 1960-х годах, совершившего целый ряд резонансных преступлений, недостает свежести и драматичности сюжета. Но стилистика тех лет создает прекрасное легкое настроение, а за игрой дуэта Том Хэмпс и Лео Ди Каприо приятно наблюдать. «Авиатор» 2004 год. Похожая история только на этот раз постановкой картины занимался Мартин Скорсезе, а Леонардо Ди Каприо сыграл роль известного кинопродюсера Говарда Хьюза, для которого преодоление барьеров и стремление в небо стали главными психологическими триггерами в жизни. Становление инженера, его путь от неуверенного в себе подростка до могущественного миллиардера показано весьма детально, да и сыграно выдающимся образом. И все же Ди Каприо не хватило какой-то малости для заслуженного Оскара. «Отступники» 2006 год. И снова Мартин Скорсезе, а также целый сон звезд на съемочной площадке. Лео Ди Каприо, Джек Николсон, Мэтт Дэймон, Марк Уолберг, Мартин Шин. Все они разыграли голливудскую адаптацию гонконгского криминального триллера о гангстерах, честных и продажных правоохранителях. Да так, что до последнего непонятно, кто же является предателем. В списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire лента заняла 208 место, получила 4 Оскара, но в тот раз Лео даже не удостоили номинации. «Кровавый алмаз» 2006 год. Среди поклонников таланта актера бытует мнение, что свой Оскар он должен был получить именно за эту картину. В центре сюжета история о приключениях контрабандиста во времена гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1999 году, занимавшегося поиском избытом алмазов. Несмотря на то, что у Эдварда Цвика получился боевик с элементами драмы, а не наоборот, Ди Каприо отыграл роль так, что его герою веришь и сопереживаешь. Сильная работа, потребовавшая максимальных усилий от артиста, находившегося в зените творческих возможностей. «Дорога перемен» 2008 год. Один из вариантов развития отношений Джека и Роуз из «Титаника», в случае, если бы молодой художник не утонул. Аналогично дополняет и то, что в трагичной душераздирающей драме Сэма Мандеса главные роли снова исполнили Лео Ди Каприо и Кейт Уинслет. Они сыграли семейную пару, четно пытающейся сбежать от накопившихся проблем, загнанную в ловушку собственных идеалов, крушение которых подребло обоих под остатками надежд и стремлений. История получилась настолько грустной, насколько и жизненной, и от этого на душе становится совсем плохо, но сыграна однозначно блестяще. Остров проклятых 2009 год. Очередная драма Мартина Скорсезе отчетливо демонстрирует творческий кризис в карьере Лео Ди Каприо. Безусловно, сам фильм хорош, и культовый статус, полученный чуть ли не сразу после выхода на экраны, это подтверждает. История расследования побега душевно больного преступника из лечебницы, находящейся на неприступном острове, поражает мрачностью и неожиданными поворотами сюжета, да и мастерски передана днетущая ретро-атмосфера. И все же создалось впечатление, что Ди Каприо просто нечего играть. Его слишком большой талант пытаются втиснуть в рамки, словно тыкву в литровую банку. Зато картина подтвердила ранее замеченный факт. Лео более комфортна в отрицательных или как минимум нейтральных образах, нежели в положительных. Начало 2010 год. Еще одна лента, быстро обревшая статус культовой. Несмотря на все регалии, выданные картине, для самого Лео Ди Каприо она примечательна только тем, что ему довелось поработать с Кристофером Ноланом. Правда, у режиссера нашлось, что предложить зрителю, но сам актер оказался фактически голодным, ему тесно и душно. Нет, не в наполненном экшн-сценами и мистическом триллере, но в довольно однообразном образе. Лео требовалось что-то большее, и по нему стало заметно, что сложившаяся ситуация начинает напрягать артиста. Стартовала новая фаза творческих поисков. Джон Эдгар, 2011 год. Они привели Лео в картину Клинта Иствута, по нелепому стечению обстоятельств, ставшую одной из наиболее слабых работ прославленного режиссера. Вторичность этого фильма заметна буквально во всем. Переигрывание актеров, несоответствие ожиданий и способа достижения результата и слабом сценарии. И сам Иствут и Ди Каприо с коллегами по съемкам с сожалением рассказывали о том, что в случае с этой картиной многое изначально пошло не так. Интересно лишь увидеть Лео в образе Эдгара Гувера. Но при этом в данном случае артисту совершенно не веришь, словно смотришь на восковую статую знаменитости в музее. Джанга, освобожденный, 2012 год. Роль плантатора с замашками мерзавца в одном из лучших фильмов Квентина Тарантино. Она стала глотком свежего воздуха для Леонардо Ди Каприо. Вот тут актер отпустил в ажи и выдал настолько феерический перформанс, что зрители застыли в смешанных чувствах. Хотелось одновременно и пристрелить негодяя, и устроить актеру стоячую овацию. Величайшая несправедливость заключается в том, что члены киноакадемии проигнорировали картину в угоду фильму «12 лет рабства». Это не значит, что одна лента хуже другой. Они разные, но обе заслуживают исключительно лестных отзывов. Великий Гэтсби, 2013 год. Главная роль в картине по мотивам произведения Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда. Открыла серию работ Лео Ди Каприо с явным прицелом на Оскар. В то время начало казаться, что завоевание этой награды стало лейтмотивом карьеры артиста. В его работах чувствовалась некая вторичность, даже несмотря на тот моральный надлом, который происходил в Лео при работе над каждым новым фильмом. У База Лурмана получилась достойная экранизация, которую тепло приняли критики, но награду Лео в тот раз так и не получил. Волк с Уолл-Стрит, 2013 год. Новая попытка была предпринята уже в привычном тандеме с Мартином Скорсезе. Ди Каприо начал походить на засидевшего в бабелях мужчину, которого родня настойчиво пытается женить. А так-то картина о похождениях Джорджина Белфорда, известного мотиватора и инвестиционного брокера, безусловно хороша. Равно как и тандем Лео Ди Каприо с Марго Робби. Номинация на Оскар, но снова без премии. Выживший 2015 год. И вот оно, наконец-то, вожделенная награда, фактически затмившая собой все остальное, даже художественную ценность картины Алехандро Гонсалеса Иньориту и самоотверженной подготовки к непростой роли самого Лео Ди Каприо. Сама по себе история о мести и стремлении выжить любой ценой ради того, чтобы взять реванш, кажется одной большой несуразностью. При этом актер отыграл свою роль так лихо, будто это документальный проект с Беором Грилсом, снятый Мелом Гибсоном. Путь одной длиной в несколько десятилетий завершился. Артист получил вожделенную награду, а сам Оскар лишился серьезной интриги. Однажды в Голливуде. 2019 год. Ди Каприо понадобилось более трех лет для того, чтобы отдохнуть, прийти в себя и заходить снова творить. И очередной проект Квентина Тарантино оказался как нельзя кстати. Если бы мастер снял эту работу в числе своих ранних творений, слабонервный зритель наверняка бы был шокирован. Однако Тарантино вместо реквима о похождениях Чарли Мэнсона создал и легию из альтернативной вселенной. Страшно подумать, но Леонардо Ди Каприо уже 46 лет. В жизни он успел добиться всего, о чем мечтал, и даже больше. Как и ожидалось, после долгожданного Оскара актер стал реже сниматься, посвящая свободное время спокойной жизни обычного человека. Он до сих пор не женат, хотя встречается то с одной молодой моделью, то с другой. К тому же Лео все так же уделяет значительное внимание защите окружающей среды. И с этой целью уже успел связаться с новым президентом США. Кино Ди Каприо тоже не планируют оставлять, хоть на экране он и появляется реже, чем раньше. На 2021 год намечена премьера фильма «Не смотри вверх». Лео вместе с Дженнифер Лоуренс играют пару ученых, обнаруживших, что к земле летит метеорит, способный уничтожить все живое. Главным героям предстоит очень сложная задача уведомить человечество, что его часы сочтены. А уже в 2022 году на экраны выйдет остросюжетный триллер «Убийцы цветочной луны». Лео Ди Каприо и Роберт Де Ниро сыграют агентов ФБР 1920-х годов, которым поручено расследование запутанного дела в Индийской резервации. Кстати, режиссером картины стал Мартин Скорсезе. Для Ди Каприо это уже шестая совместная работа с Мэтром, для Де Ниро и вовсе десятая. Друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А если вы любитель почитать кино, переходите на наш портал kinomania24.ru Там вы найдете статьи о различных фильмах, подборках и рецензиях на актуальные картины. На сайте идут бурные дискуссии и обсуждения по представленным статьям. Присоединяйтесь и вы. Ссылка на наш ресурс есть в описании и в закрепленном комментарии. До скорой встречи, друзья! Киномания 24 Магия и кино для тех, кто понимает. Субтитры создавал DimaTorzok